Итак, всем привет, с вами мистер Силдер, и сегодня я попробую вам доказать, почему всё-таки стоит покупать тигры, а не скачивать их с торрентов. В этом видео пойдёт речь, в первую очередь, о жадности людей. Покупать тигры по 2К, конечно, не каждый сможет, но жадничать по 300 рублей на игру, достойную этих денег, это неправильно. К примеру, я могу привести, допустим, Инсайт, эта игра достойна своих денег, она очень классная, да и есть люди, у которых есть деньги на дорогие игры, но по 2К, но у них не тратить, не скачивать с торрентов, это жадность. И я сейчас хочу привести несколько аргументов в пользу покупки игры. Первый плюс лицензионных игр, это скорее всего больше не плюс лицензионных игр, а минус игры с торрентов. Скачивая игру с торрентов, можно словить вирус, то есть человек, ну, я раньше так делал, но сейчас уже знаю нормальные сайты, просто забивает в гугле название какой-то игры, скачает бесплатно. И там входит первая ссылка, и там же он скачивает. Никогда так не делайте, просто никогда в жизни при любых условиях этого не делать, потому что я так делал, и из-за этого вообще мне пришлось переустанавливать винусы из-за того, что я много раз так скачивал. У меня пропал просто рабочий стол в какой-то момент. Потом ещё было такое, что открывалось 7 каких-то непонятных программ, которые вообще никак не выключались, только перезагрузкой компьютера. И не все знают NNM Club. Ну, это не реклама, но просто вот я скачиваю с NNM Club, там вроде рекламы никакой нет. И я, если скачиваю с торрент в какие-то игры, просто чтобы посмотреть, то я обязательно скачиваю с NNM Club. Второй плюс, это скорее тоже, опять же, не плюс официальных игр, а минус репаков. Это их сырость и неиграбельность. То есть, в первые дни, в первые недели некоторые репаки совершенно неиграбельны. Ну, я имею в виду то, что либо у них там очень мало FPS, либо просто на середине игра заканчивается. Ну, как даже не в середине, а 2 часа. Я в Wolfenstein скачивал репак, и я 2 часа отыграл, и у меня просто игра вылетала и дальше не запускалась. Потом ещё бывает то, что скачивая с торрент в игре, просто не запускается. А вот в официальных играх такого нету. Третье, это поддержка разработчиков. Многие инди-разработчики очень нуждаются в поддержке, так как они могут просто сгореть из-за пиратов. Возможно, даже стоит донатить на Kickstarter, но это всё-таки больно буржуйно. Да и это тема для отдельного видео, и я об этом сейчас говорить не буду. Поддерживать разработчиков достойной игры определённо надо. Ведь без пожертвений, возможно, не было таких игр, как Hotline Miami, Don't Stare, Super Meat Boy и Minecraft. Четвёртое, это обновления и фиксы багов. Многие разработчики очень долго поддерживают свою игру фиксами и багами, некоторыми дополнениями. Они улучшают игровой процесс, делая его намного удобнее, что не делают пираты. Ну, конечно, есть глобальные обновления на некоторые репаки, но они издаются не так часто. Некоторые игры официально не обновляются там каждые несколько дней, и что-то фиксится, и процесс игры становится удобнее. Пятый, наверное, главный плюс официальных игр — это онлайн. Некоторых игр просто нет на торрентах, потому что они чисто онлайн игры. Из новых можно выйти из Battlefield 1, Overwatch, Titanfall 2. Но есть игры, где есть онлайн, но это не основная игра. Например, Doom. Онлайн — это важная часть думы, репакт не пускает туда игрокам. Да, онлайн даёт долгую жизнь многим играм. Например, в четвёртый Battlefield до сих пор играют из него. Шестое — это прирост FPS. Когда я скачал CSGO с торрентов, у меня всё просто ужасно шло. Я даже не мог ходить. Почему-то кнопки в игре не работали, да и FPS был очень маленький. А когда я купил официальную, то у меня всё это пропало. И так, наверное, с многими играми, когда ты покупаешь официальную игру, ты понимаешь, что FPS на твоём компьютере в этой игре может быть максимум таким же. А некоторые репаки уменьшают FPS. Большинство даже и не досмотрело до этого момента. А те, кто остались, даже и не взяли ничего в голову. Ведь с чего это я должен тратить на игру целых две тысячи моих кровно заработанных рублей? Возможно, даже я с вами частично согласен. Ведь некоторые игры очень недостойны своих денег. Я, конечно, не буду говорить, что это. Но я думаю, вы сами поймёте, что. Но в итоге я хочу сказать всё равно, что выбор каждого человека — покупать или скачивать игры. Но я выступаю всё-таки за то, чтобы покупать игры, а не скачивать их.